Здравствуйте, друзья! Двигатель на воде существует, но за него убивают. Нашел статью на сайте Крамола.Инфо. Двигатели на воде, оказывается, существуют, но все эти открытия уничтожаются власть имущими. А зачем? Чтобы богатеть, как и раньше. С каждым днем интеллектуальный мир все больше осознает, насколько являются тупиковыми технологии, основанные на использовании ископаемого топлива. Почему люди не меняют свой технологический образ жизни, чтобы более гармонично вписаться в планетарные и экологические системы? И мы не говорим только про общеизвестные экологически чистые технологии – использование солнечной, ветровой и океанической энергии приливов. Мы говорим о технологиях более революционных, для которых сжигание ископаемого топлива – это примитивный вчерашний день. Одной из этих новых передовых технологий является автомобиль с силовой установкой, основанной на расщеплении и последующем сжигании молекул воды. Этот двигатель люди постоянно изобретают уже как минимум 700 лет. Однако только сейчас, в 21 веке, нам постепенно становится всем понятно, почему эти изобретения недоступны для масс. Проблема таких устройств в том, что они полностью изменят способы ведения бизнеса мировыми энергетическими компаниями. Возможно, они их даже разрушат. Поэтому такие изобретения являются первой угрозой для транснациональных корпораций в энергетической отрасли. Десять лет назад, в 2008 году, на выставке «Wosaki» японская компания «Genepax» представила свой водный автомобиль. Для водителя этого транспортного средства не имеет значения, что у него находится в руках – бутылка газировки, стакан воды из-под крана или ведро озерной воды. Все это можно залить в бензобак, и она отлично будет работать. Устройство, генерирующее топливо, расщепит эту воду на молекулы кислорода и водорода, которые будут гореть, и автомобиль начнет ездить. Реальность и практическая ценность этого автомобиля запатентовано в патентных компаниях по всему миру. Ссылки на патенты и на видео я помещу в описании, так как японцы запатентовали свою водяную электрическую систему. Также вы можете найти в поиске номер патента 2006-244-714. Наконец, все эти документы про водно-энергетическую систему находятся в файле Европейского патентного ведомства, ссылку на него я тоже вам дам. Видеофрагменты на это чудо-автомобиль будут тоже в описании под видео. Итак, автомобиль есть. Он существует не в чертежах и на ютубе, а ездит по дорогам в реальности. Все его узлы построены и запатентованы. И это на 2008 год. Небольшой автомобильчик, отлично ездит. Вот, заливается вода. Вот устройство, которое преобразует воду в водород и кислород. Из этого следует, что в 2018 году японская компания Genepax должна быть известна миру не меньше, чем первый в мире автомобильный конвейер завода Ford. Но люди 2018-го, вы что-нибудь слышали об этой японской компании? Конечно же, вы ничего не слышали. Через год после представления своего транспортного средства компания закрылась и разорилась. Genepax не единственная группа новаторов, которая пыталась продвинуть водородное топливо. Стэнли Мэйер – еще один гениальный изобретатель-одиночка. Он придумал и сам построил работающий на расщепленной воде автомобиль. Каким-то чудом история об этом человеке стала доступна для масс, попав в репортаж местной новостной станции в Огайо. Клип из Стэна я тоже помещу в описании. Там вы можете посмотреть его технологию. Так что же случилось со Стэнли Мэйером? Его озолотили потенциальные инвесторы? Дали ему на постройку автомобилей много денег? Нет, все было не так. Сначала, после появления в новостях Стэна и его роликов, какие-то эксперты стали называть Стэна мошенником. А потом он зашел в ресторанчик на автопарковке, попил клюквенного сока, почувствовал себя плохо, вышел на улицу и там умер. Ясное дело, что все эти изобретения не выгодны для корпораций, торгующих ископаемым топливом нефтью, газом, углем. Вот они и уничтожают конкурентов. Вода является идеальным источником топлива. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При пропускании через воду электрического тока с определенными параметрами, она распадается на составляющие ее элементы. Водород и кислород При последующем горении кислорода и водорода в двигателе выход энергии получается в 2,5 раза выше, чем при сжигании бензина. При этом продуктом сгорания является водяной пар, возвращающий воду обратно в атмосферу. Воистину, золотой источник энергии. Не так давно исследователи из Вирджиния Тех добывали водородную энергию из воды другим способом, они обнаружили, что содержащаяся в растениях ксилоза расщепляет молекулу воды так же хорошо, как и электричество. Еще одним направлением для исследования являются так называемые устройства свободной энергии, реализация которых станет грандиозным технологическим изменением в истории человечества. Однако вы даже не представляете, насколько огромное количество людей вовлечены в замалчивание и высмеивание информации об этих открытиях. А финансирует эту массу уже совсем небольшая группа – люди, владеющие нефтяными, газовыми и угольными компаниями. Поэтому стоит ли удивляться, что все, кто добился какого-то успеха в альтернативной энергетике, сталкивались с потоком несчастий. Их лаборатории непрерывно горели, их предприятия разорялись, а многие изобретатели вообще были искалечены или убиты. Тем не менее, альтернативные технологии столь грандиозны, что в эпоху глобальных сетей и полной прозрачности, они рано или поздно, но проложат себе дорогу к людям. Только о технологиях электролиза воды с целью получения в качестве топлива водорода есть несколько десятков историй. Поэтому мы надеемся, что эта небольшая статья морально поддержит и вдохновит многих и многих изобретателей водородных автомобилей. Вот такая статья, очень интересная. На самом деле H2O это и есть два элемента водорода, один кислород. Это и есть молекула воды. Если расщепить эту молекулу, то и получим нужные нам газы, которые отлично горят. Представляете, как это удобно? Поставили вы такую установку себе дома и расщепляете воду, обычную воду, которую добываете из какого-нибудь скважины или источника, расщепляете ее на кислород и водород. Все это отлично горит и согревает ваш дом бесплатной практически дармовой энергией. При этом вы не загрязняете окружающую среду, так как на выходе у вас получается водяной пар, так как именно он снова восстанавливается после сгорания водорода и кислорода. Все, атмосфера чистая, насыщается снова парами, снова вода группируется в облака, выпадает на землю в виде дождя. Прекрасно? Прекрасно! Но этого не могут допустить те, кто жируют на нефти, газе, угле. Это их традиционные корпорации, которые они создавали веками и теперь они замалчивают и уничтожают изобретателей дешевой энергии. Вот лично такое мнение. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь вам было интересно, а если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.